Ну вот, собственно, мы находимся в известном ирландском пабе и обсуждаем вопросы, связанные с кельтской музыкой, с традициями ирландского и шотландского пивоварения, ну и все предыдущие территории к этим вопросам. Надо сказать для начала, что Ирландия и Шотландия фактически это одна страна, потому что народы настолько взаимопроникли и взаимопересекались на протяжении тысячелетий, то это один народ, это один язык, это один акцент, который ни с чем не спутаешь никогда, будь ты в Нью-Йорке, в Бостоне, в Лондоне. Я помню, когда я первый раз приехал в Лондон, зашел в какой-то паб неподалеку от Бекингемского дворца, мне налил пиво, причем я тогда не знал толка в английских, в шотландских, в ирландских сортах пива, я не разбирался, я спросил человека, какое плотное и достаточно крепкое пиво с ярко выжженным вкусом он мне посоветовал бы выбрать из того ряда многочисленных сортов, которые были представлены там, в этом баре. Человек в белой рубашке с таким рыжим ежиком, чем-то похожий на Стинго. Он назвал мне пиво, по-моему, это был или Old Speckled Hen, или это был все-таки МакКивлинс, знаменитая марка, шотландская. И я понял, владея русским языком, фактически так же, как я владею, в смысле английским владея, так же, как я владел русским, я с трудом понял, что он произнес, потому что поначалу я прислушался, пришел повторить, он повторил медленно, я думаю, господи, на каком языке он говорит? Говорил он на английском, но это был не английский, это был не английский, это был скоттический. С同じ вещь, как ирисский. И когда я у него вежливо поинтересовался, я говорю, простите, сэр, а откуда вы, where you come from? И он сказал мне с гордостью, сэр, I come from Scotland. И в этом было что-то такое, настоящее, правильное, вот, что я запомнил надолго, вот, как в картинке до сих пор. Вот. Ну и так, собственно, началось знакомство мое с традициями кельтской культуры, пивоварения в Британии, в Шотландии и в Ирландии. И замечательных сортов, которые лично мне нравятся. Ну вот, что здесь у нас представлено? У нас здесь представлен гиннес-ирландский, естественно, Манчерстер Браун Эйл, это пограничное состояние между Шотландией и Англией, ну, гиннес, конечно. Вообще англичане в Шотландии, приходя в бары, заказывая пиво, они зачастую не называют сорт. Они говорят a pride of 80 shilling or 60 shilling. 60 shilling или 80 shilling. Если ты говоришь a pride of 80 shilling, это значит, что ты хочешь более крепкого пива, потому что в веке, наверное, в 2014-2015, начиная с этого времени, все было достаточно просто. Было пиво менее крепкое, менее плотное и менее дорогое. Оно стоило 40 shilling за пинту, наверное, да? И было пиво более крепкое, более плотное, более выдержанное, соответственно, более дорогое. Оно стоило 80 shilling. Соответственно, если ты хочешь более плотный сорт, то ты заказываешь 80 shilling. Тоже такая интересная подробность. Чего в Германии, например, нет. огромное количество сортов разных, самых разных сортов пива. Они все по-своему хорошие, но мне немецкое пиво нравится в гораздо меньше степени, ирландское и шотландское. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова